Всем привет! Сегодня в студии я, Наталья Хорошилова, и наша команда уже готова рассказать вам самые главные новости. Ну что же, давайте начнем! Зимой гулять совсем близко к дому опасно. Сверху может накрыть снегом или даже куском льда. Те, кто замечают опасность сугроба на высоте, сообщают об этом коммунальщикам. А что же они? Сейчас узнаем. Капризная погода – это про Новый Ренгой. Зима в городе – это температурные качели, порывистые ветры, лютые морозы и вихри и метели. И совсем изредка штили небольшой снегопад. Но чаще снег валит день и ночь напролет, мешая сугробы не только под ногами. Почему не убирают снег с крыш? Ладно, еще остановки. Но ведь и на крышах домов такие сугробы. В конце концов, почему убирают только по жалобам? Белая шапка на крыше дома кажется безобидной только на вид. На самом деле это источник опасности. Пласт снега, сорвавшийся с крыши, может сломать забор или помять машину. А может и вовсе стать причиной травмы или гибели человека. На Ямале в 2018 году школьница из Таркасале погибла из-за схода снега. Дети тогда просто играли во дворе, когда ее засыпало снежной массой, сорвавшейся сверху. И таких историй достаточно. Чтобы не допустить ЧП, коммунальщики мониторят ситуацию. Уренгой жилсервис имеет самый большой жилфонд в городе. После прошедших снегопадов управляющая компания по мере необходимости проводит очистку крови или балконов от снега. Все это идет в плановом режиме. Для очистки крыш и балконов управляющая компания использует свои силы. Но иногда в целях безопасности приходится сотрудничать с другими организациями. Вот, к примеру, одна из жительниц города прислала в редакцию НУР-24 снежные шапки на крыше дома. Девушку обеспокоило не только скопление снега, а в первую очередь то, что снег создавал натяжение для высоковольтных проводов. Там очистили входную группу от снега. А вот саму кровлю мы планируем на сегодня, завтра, точно не могу сказать, но по графику. У нас мониторинг проводится каждый день, потому что у нас мастера обходят территорию ежедневно. Если там есть какие-то нависающие шапки, угрожающие безопасности, то срочно проводятся меры по очистке. Очисткой кровель дома от снега занимаются управляющие компании. Там в аварийной диспетчерской службе и нужно оставлять заявку, если на крыше дома был замечен опасный сугроб. Если вы сидите на чемоданах и торопитесь в Китай, учтите, что все рейсы из Уханя в Москву и обратно отменены. Причина – тот самый вирус. По данным на 24 января число подтвержденных случаев заражения возросло до 876. 26 человек умерли. Но Москва далеко, а Китай еще дальше. Про ямальцев, посылки и чистые руки в новостях короткой строкой. Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным на 23 января, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию в России не выявлено. А ямальцев интересует, не заразны ли почтовые отправления из Китая. Из интернет-магазинов Джум, Пандао и Алиэкспресс. При этом, несмотря на опасения, посылки из этой страны не задерживаются в отделениях. Получатели их забирают. Врачи же советуют соблюдать меры предосторожности, в частности, тщательно мыть руки после контакта с содержимым такой бандероли. Вирус уже распространился за пределы Китая. Заболевшие есть в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти КНР официально подтвердили, вирус передается от человека к человеку. Ямальцы станут стройными. Наш округ примет участие в российско-японском проекте под дистанционному наблюдению пациентов с избыточным весом. Всего в него включаются в марте шесть пилотных регионов. В Янау исследование пройдет на базе Надымского центра медицинской профилактики. Участники 100 человек получат тонометр, весы-жироанализатор и трекер физической активности. Контролировать процесс и передавать данные худеющие смогут с помощью специального приложения, скачанного на смартфон. В начале и в конце проекта медики измерят у участников вес, рост, окружность талии, оценят частоту употребления калорийных продуктов, физическую активность и некоторые другие параметры. Новоуренгуецы частенько ругают таксистов. Такие обращения поступают в нашу редакцию. А вот на горячую линию Роспотребнадзора за время работы горячей линии по правам потребителей услуг такси и каршеринга звонков было всего девять. В основном люди просили разъяснить правила оказания услуг и рассказать о правах пассажира. Спрашивали, должны ли в такси выдавать чеки. Еще интересовались, как написать и отправить претензии компанию-перевозчику. В топе жалоб грязные салоны авто и хамство водителей. Новоуренгойская библиотека провела первый отборочный тур зимней серии игр «Знаю город на пять» среди команд, предприятий и учреждений. После торжественного открытия в интеллектуальные баталии включились шесть команд. Игроки отвечали на вопросы об истории газовой столицы, а приурочена этновикторина к предстоящему юбилею нового Уренгоя. Следующая игра состоится 27 января. Болельщиков ждут в библиотечном центре «Полярная сова» 27 января в 15.00. Сергей Рунько, Наталья Ореховских, телерадио «Компания Сигма» для НУР-24. Министр транспорта России Евгений Дитрих провел совещание с регионами. На видеоконференции обсудили итоги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. И поговорили про планы на 2020 год. Министр поставил регионам хорошую оценку за первый год работы национального проекта. А Ямал так и вовсе в отличниках. Не верите? Смотрите сюжет. В нашем округе работы по нацпроекту в 2019-м сделаны на 100 с лишним процентов. Перевыполнение по нескольким пунктам. Установлено больше камер видеонаблюдения. Увеличено количество контрактов, которые включают весь комплекс работ. От проектирования объекта до его строительства и последующего обслуживания. Организация работ на высоте. Техника вся новая. Персонал обученный. То есть взяли, все сделали. И на документальном уровне тоже все хорошо. В 2019-м году строительство и ремонт в нашем округе были закончены на 67 объектах. Это 98 километров. Строительство дороги на Дымс-Алихард продолжается. Открыть проезд по ней с переходным типом покрытия, часть в щебне, часть в асфальте, планируется уже в конце 2020 года. Это еще летом, пообещал губернатор. В этом году в округе запланировано выполнить работы на 19 участках. Их меньше, зато протяженность больше почти 106 километров. 90,5 приходится на главную дорожную стройку Ямала – автотрассу на Дымс-Алихард. Отремонтировать в том числе и капитально предстоит 9 с лишним километров региональных трасс. На сегодняшний день заключено больше 70% контрактов. Остальные подпишут в ближайшее время, пообещали министру чиновники. Впрочем, в нашем округе будут чинить дороги не только по национальному проекту. Округ даст деньги на ремонт во всех городах и поселках. И на региональных трассах общего пользования. Всего 150 километров. Так что ездить будет комфортнее. У меня дети подпрыгивают в машине, потому что это просто отселенный актракцион. Я уверена, вы как раз ехали. Я знаю, я видела в Инстаграме ваш видеодневник. Вы ехали, как вы почувствовали? Вы же понимаете, о чем мы говорили? Мы начали работу на новую рингву Карачаева. Одно из самых тяжелых по количеству жалоб участков. Кривой, плохой, опасный. Много ДТП, тоже беда большая наша. Люди там серьезно очень... Серьезно очень аварии бывают. Это, конечно, все большая беда. Мы уже сейчас, в этом году, в эти дни уже поступили к его ремонту. Это не то, что там залатать ямки. Это реконструкция. Где-то будет спрямление, где-то кривые эти радиусы будут запрямляться, чтобы это была хорошая, качественная дорога. Ямальские дороги – одна из важнейших задач для округа. Губернатор ставит ее в один ряд жилищной программой. После поездки по региону Дмитрий Артюхов сам оценил состояние автомагистрали и поставил задачу до 2024 года привести в порядок всю дорожную сеть от границы округа до Салехарда. Главная задача нашей поездки – посмотреть нашу дорогу, она выполнена. Конечно, впечатления, я о них скажу чуть позже поподробнее, но они самые разные. Много очень плохих участков, много безобразных участков, которые, конечно, мы должны с вами за ближайшие годы. Принципиальность про меня – это будет задача номер один, одна из главных, равно как и переселение из ветхого аварийного жилья, потому как такие дороги на Ямале должны исчезнуть. Предстоит начать ремонт дороги от границы округа до Карамовского поста, закончить капитальный ремонт подхода к Ноябрьску, а также приступить к участкам, ведущим от Ноябрьска к Губкинскому, Таркасале, Карачаево и Новому Оренгою. Движение мы здесь планируем запустить к августу месяцу следующего года. Связано с тем, что в зимний период мы устраиваем только насыпь и опоры моста пролетное строение, а по наступлению положительных температур с июня месяца мы приступим здесь к устройству дорожной одежды, обустройства. И одновременно с вводом основного участка, а его длина, я повторюсь, 34 километра, движение будет переключено уже на новую насыпь. А старая предстоит к разборке. Зимой дорожные строители готовят, что называется, почву для лета. Работы хватает, а с потеплением ее станет еще больше. Об итогах и планах рассказала Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Блогеры отказываются от фотошопа, а предприниматели раскрывают секреты своего бизнеса. Анна Попова с онлайн-новостями. Хэр-стилист Альбина Дрягина поделилась селфи без обработки. Девушка показала то, что обычно не выкладывают в Инстаграм. Фото после стоматолога, операции блефаропластики, косметической маски и с конъюнктивитом. «Я обычная женщина. Мне не чужды морщины, прыщи, отеки, болезни и усталость. Как я вам настоящая?» – спрашивает Альбина. Такая откровенность не осталась незамеченной. Больше всего комментаторам понравилась фотография, сделанная сразу после бани, без макияжа и с полотенцем на голове. А Виктория Шевцова поделилась на болевшем. Владелица пекарни «Ремесленный хлеб» рассказала о том, как начался для нее Новый год с повышения цен на ржаную муку. «Хорошая мука в наших магазинах стоит 80-90 рублей за килограмм. И они не обнаглели, не дерут с вас деньги. Это ее реальная цена с учетом доставки и прочих расходов. Недавно нашла муку в одном из уренгойских магазинов по 400 рублей за килограмм. Обрадовалась. Прямо груз с плеч упал. Наконец-то! А то только про меня говорят, что я обнаглела со своей ценой на хлеб. Хороший хлеб, хорошая мука, пока она не окажется в уренгое – хорошая цена», – эмоционально пишет Виктория. И признается, что в новом уренгое сложно держать марку. Оказывается, в новом уренгое можно заняться воздушной гимнастикой. Такие тренировки проходят в студии Мун. Воздушное кольцо – это обруч, закрепленный на потолке с помощью троса. Занятия на воздушных кольцах выглядят очень эффектно. А юные гимнастки будто парят в воздухе. Такие тренировки развивают гибкость, грациозность и женственность. Следите за онлайн-новостями и не стесняйтесь ставить лайки. Выходные. Если вы планируете как следует отдохнуть пятничным вечером, проснуться в субботу как огурчик и отправиться на поиски приключений, смотрите нашу телеафишу. Воскресенье в ней, кстати, тоже есть. В субботу актеры Культурного центра «Газодобытчик» на языке поэзии 20 века расскажут историю этой эпохи и познакомят зрителей с творчеством и судьбой блока Есенина, Маяковского, Пастернака, Куджавы, Высоцкого и других поэтов. Вы услышите сенсационные новости, искрометный юмор, актуальные темы и интригующие диалоги в программе «На волне-2020 ФМ» от Дворца культуры «Октябрь». А еще вас ждет масштабное шоу, яркие номера, популярные хиты, любимые исполнители и, конечно же, отличное настроение. Продолжаются утренние зарядки. Каждую субботу и воскресенье в 10 утра Дворец спорта «Озвездный» приглашает всех желающих размять суставы и мышцы, привести тело в тонус, а дух в состояние бодрости. В субботу вас ждут еще два интересных спортивных события. В Деловом центре «Ямал» состоится региональный турнир по мини-футболу. В этот же день, но уже во Дворце спорта «Озвездный» пройдет открытие чемпионата и первенство округа по вольной борьбе. И, конечно, вы сможете поболеть за участников и посмотреть зрелищные поединки. Помните, некоторые мероприятия могут оказаться платными. Ну а подборку самых интересных событий для вас подготовили Лала Гасанова, Феликс Россихин. Телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Кому ставят диагноз синдром Мюнхгаузена, спят ли стрижи на лету и когда часовой ходят вниз головой? Не знаете? А вот науренгойские школьники знают. Хорошисты и отличники блеснули интеллектом на подведении итогов акции «Дай пять». А кое-кто унес с собой приз – новый iPad. По списку 62, осталось еще двое. Ждем. Не только умные, но и пунктуальные. Мальчишки и девчонки пришли на регистрацию заранее. Опоздавших не оказалось. В розыгрыше от группы компании «Сигма» приняли участие около 60 ребят. В прошлый раз было чуть больше 50. Хорошие подарки мотивируют к хорошей учебе. Я просто смотрела КТВ, и там была реклама. Мне захотелось поучаствовать. Как вы думаете, кто сегодня заберет главный приз? Это будет мальчик или девочка? Конечно. Я думаю, что мы люди... Стоп, стоп, стоп. Я думаю, что это будет мальчик, потому что в прошлый раз была девочка. И по логике выступления должна быть... Можно, можно, просто, можно. Как ты оцениваешь свои шансы сегодня? 90 и 100. В какую сторону? В лучше. Большинство ребят уже друг с другом знакомы. Успели подружиться, пока участвовали в «Дай пять». Такие розыгрыши проходят по итогам каждой учебной четверти. Попасть сюда могут лишь самые умные. С минимальным баллом 4,5. Еще одно условие – родители участников должны быть абонентами «Сигма КТВ». Все легко и просто. Вас ожидает шесть раундов разные. Все по уровню сложности. Дай! Дай! Вопросы интеллектуариума удивили взрослых, но дети их щелкали как орешки. Загадки, анаграммы, цитаты мультяшных героев оказались для юных умников не такими уж сложными. Похоже, в новом Уренгое появилась еще одна добрая традиция. На розыгрыш пришли сразу несколько семей в полном составе. Во-первых, стимулирует детей на хорошие оценки. Участвует дочь моя. Успехи в средний балл 4,8 у нас. Варь, а ты считать умеешь? Нет, еще пока нет, да? Ну ничего, хорошо, ладно. Значит, научимся скоро. Итак, ребята, номер 49 сегодня получил айбат. Вот, благодаря Варечке. В этот раз удача снова улыбнулась девочке. Заветный гаджет достался Виктории Миллер. У круглой отличницы большая семья, два брата и сестра, которые тоже учатся на 4,5. Победительница, конечно, обрадовалась, но остальные не расстроились. Ребята признались, что участвуют в 2,5 не только из-за подарков. Я не была настроена на победу, просто пришла поучаствовать. Обычно никогда ничего не выигрываем, а тут вот раз, выиграем и как раз. Я довольна учебой всех четверых своих детей. И, безусловно, сегодняшний выигрыш – это доказательство тому, что мы идем правильной дорогой. Количество участников с каждым разом все больше и больше увеличивается. И я понимаю, что наша давным-давно придуманная такая акция имеет такой хороший отклик в сердцах у ребятишек. Юлия Пегушина, Феликс Рассичин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В Новую Рингу привезли меховой эксклюзив. В торговом центре «Солнечный» впервые открылась выставка от меховой фабрики Лермонтовского мехового комбината. Покупателям предлагают больше тысячи моделей по ценам производителя. Смотрите сюжет после информационного блока. Далее программа «Патруль». У меня же к этому часу. Все новости. Всего вам доброго. До встречи в эфире.